МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Свершилось. Дорога до Затона стала гладкой. Более 30 лет капитального ремонта не проводилось на этом участке. В рекордные сроки здесь уложили свежее полотно. Виновнику пожара грозит уголовная ответственность. Осталось не снять и шлак, и кровлю разобрать, снять все кровлю. Как в Барнауле восстанавливают сгоревшую кровлю? Буквы разные писать и работать над произношением русских слов. Тоска. Тоска. Это не типа еды. Студенты из Америки проходят обучение в Барнаульском вузе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, виновному в пожаре в Барнаульском многоэтажке на северном Власихинском проезде будет грозить уголовная ответственность. Следователи возбудили дело по статье оничтожения или повреждения чужого имущества. Но пострадавших пока больше волнует, когда появится крыша над головой. Строительство еще не начали? Какие работы там ведутся, расскажет Анастасия Дороган. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сгоревшую крышу дома на северном Власихинском убирают до сих пор. Завтра неделя, как здесь произошел, крупный пожар. Огонь охватил всю кровлю. Опуститься до квартиры ему не дали пожарные. Но и так ущерб масштабен. Осталось снять и шлак, и кровлю разобрать, снять все кровлю. Тем не менее, дом жилой. Люди вернулись в квартиры через день после пожара. Угроза была ликвидирована. С удобствами пришлось подождать. Электричество и водоснабжение восстановили на днях. Сейчас Ростелеком оперативно восстанавливает сгоревший на крыше оптический кабель и оборудование, от которого связь получали сразу семь домов. Интернет в соседних многоэтажках появился быстро. В этом доме из-за ремонта кровли распределительную сеть развернули в подвале. Сейчас ведутся работы по монтажу телекоммуникационного оборудования и кабельных линий в подъездах для подключения абонентов. Работу мы планируем закончить сегодня к концу дня, где-то часам к 18-19 и завтра уже начнем подключать абонентов. Кроме звуков ремонтных работ на крыше, сейчас жильцам дома о пожаре почти ничего не напоминает. Запахи только в подъезде, ну и у нас немного швы подтекали, то есть вот это видно, а так в принципе ничего. Говорят, что вроде как какое-то укрытие временное будет. По восстановлению кровли власти планируют приступить на следующей неделе. По решению мэра Сергея Дугина строительство пройдет за счет средств резервного фонда города. На это выделено 11 миллионов рублей. Сроки восстановления пока не называют. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. А вот дорога, ведущая в Затон, ремонта ждала десятки лет и дождалась. Одна из ключевых трасс в Бурнауле стала первой в этом году отремонтированной благодаря национальному проекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Кирилл Политов с высоты птичьего полета посмотрел на обновленный участок. Ремонт нечаянно нагрянул, когда его здесь уже совсем не ждали. Дорога в поселок Затон этим летом стала одной из первых мишень у дорожников. Попали точно в цель в рекордные сроки. Это меньше чем за месяц. Здесь уложили свежее полотно. Участок 2,7 километра. Стоимость составила у нас 18,8 миллионов рублей. К слову сказать, ну, наверное, с момента строительства более 30 лет капитального ремонта не проводилось на этом участке вообще в принципе. По ней нередко плавали, чем ездили. Частый поводок в прямом смысле смывал асфальт. После ЧП стихия оставляла трещины и ямы. Водители ругались. Трясло так, что после поездки смело можно было обращаться в автомастерскую. Отлетали бампери, хрустели подвески. Страшный сон, который был реальностью. Теперь это в прошлом. В настоящем ровная и гладкая поверхность. Будет сделано в городе Барнольд 33 дороги. Одна безопасная качественная автомобильная дорога позволяет нам проводить капитальные и строительство дорог. Поэтому в этом году одна дорога будет капитально отремонтирована. Часть дороги это по улице Попова. И одна дорога с нуля сделана, это Солнечная поляна. Все остальные дороги в части ремонта. Несмотря на географическую сложность, строители обещают, гарантийный срок у трассы будет точно такой же, как и у других пять лет. Во время ремонта дорожники уложили два слоя, нанесли разметку. Качество полотна приехали оценить чиновники, общественники и сами строители. Говорят, все путем будет не только здесь. Достаточно большое количество объектов у нас также. В Новоалтайске у нас 8. И в Бийске более 18 километров дорог будет ремонтировано в этом году. Это, если мы говорим, по агломерациям. Плюс у нас порядка еще 202 объектов всего на территории края. Это будет выполняться в рамках проекта «Безопасные качества автомобильной дороги». Качество покрытия проверяют контролирующие службы. Вердикт очевиден – неровностей нет. Неровностей не должно быть и в самом поселке. Это уже в планах на будущий год. И целого лета им оказалось мало. Пока же на некоторых улицах здесь все тот же, разбитый еще с советских времен асфальт. Кирилл Полетов, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. А между тем, барнаульцы, общественники, экологи и не только продолжают изучать новый генеральный план города и высказывать недочеты. Например, архитекторы опасаются, что в краевой столице одним парком культуры и отдыха станет меньше. По их информации, на месте колеса обозрения на площади Сахарова могут построить многоэтажку. Судьба барнаульской крепости решится очень просто. Собственники земли могут не продлить договор аренды. Пока это лишь предположение о возможном развитии событий Андрей Дреер. Берут измором. Уже долгие годы барнаульской крепости прочат снос. До сих пор ходили слухи, что старый парк могут убрать, а на его месте начать коммерческую застройку. В 2017 году 4000 квадратных метров из городской собственности перешли в частные руки. Теперь масло в огонь подлил градостроительный документ, выставленный на обсуждение. Согласно новому проекту Генплана, эта территория стала местом смешанной и общественно-деловой застройки. Хотя предыдущий план строительство здесь запрещал. Что будет на месте такого привычного барнаульцам колеса обозрения, пока не знает никто. Бизнес-центр, многоэтажка. И когда это будет, тоже неизвестно. Пока горожане боятся одного, что это может испортить облик города. Мне больше нравится парк. Многоэтажка, он кругом. Ну, не очень хорошо, я думаю, потому что все равно ребятишка в центре. Хоть какое-то развлечение. Тем не менее, еще чуть-чуть дети смогут поиграть. В кадастровой карте участок обозначен как собственность публично-правовых образований. То есть использовать его можно для развлечений и расположения аттракционов. Для того, чтобы начать застройку, нужно будет поменять форму использования. Например, как у соседнего участка Сахаровской горы, на котором сейчас разрешено строительство высотных жилых домов. Профессиональные архитекторы к перспективам многоэтажного строительства на месте парка и самой горы относятся настороженно. Даже если это частная территория, то владелец не может построить там что угодно. Нужно согласовать с администрацией города, ведь участок соседствует с театром, дворцом спорта. Поэтому там должно быть какое-то общественно важное строение. Нельзя допустить появления торгового центра или жилого дома. Лучшим вариантом было бы построить бизнес-центр с несколькими первыми этажами для гримерок, раздевалок, чтобы и дальше проводить концерты на Сахарово. Сами сотрудники парка уверены, что комплекс снесут. Договор аренды земли заканчивается осенью, и его могут просто не продлить. Так что парк Барнаульская крепость вполне возможно продержится недолго. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком. А пока к другим темам. Десяток американцев больше месяца пробудет в Барнауле. В педагогический университет поступили студенты из вузов Соединенных Штатов. Они учатся буквы разные писать и работают над произношением русских слов. Дарья Эйдемиллер решила проверить знания великого и могучего у иностранцев и подготовила для них необычный тест. Вот так. По слогам и пока с запинками американские студенты читают русские тексты. На занятиях изучают грамматику. Новые слова погружаются в историю и культуру России. Когда я начал изучать историю, я думаю, что это логично, чтобы я тоже начал изучать русский язык. Потому что это здорово, когда изучают другой язык, другой культуру. Всего из Штатов приехали девять человек. Все они изучают русский язык. Кто два года, а кто шесть. Говорят, сложнее всего разобраться с русскими склонениями и ударениями. А причины для изучения языка совсем разные. У меня такое чувство, что я должен изучать русский, чтобы поговорить с бабушками в России. Не знаю почему. Они сами не могут изучать английский, но я просто обижаю общение с разными людьми. Мне нравится русскую литературу. И я из Нью-Йорка, где там много разных людей. И мне нравится изучать разные культуры от моей культуры. Культурного шока большинство студентов не испытали, потому что в России уже не впервые. Но причины для удивления все равно нашлись. Здесь удивилась, что это так жарко. Ну, конечно, я знала, что в Сибирь летом очень жарко, но я не думала, что это будет для меня так жарко. Есть такие парки, интересные здания, вообще архитектура в России мне очень нравится. И вообще в этом городе легче гулять по городу удобно, чем в Америке. Гости из Америки живут в барнаульских семьях, постоянно общаются на русском. Приехали они по программе академической мобильности. На входе мы тестировали, и на выходе мы тоже будем тестировать. И результаты будут сообщены, и официально будут даны сертификаты о знании языка в соответствии с определенным уровнем. Допустим, базовым, первым сертификационным или вторым сертификационным. Но недаром русский величают великим и могучим. И невозможно выучить все слова, несмотря на то, что, например, в телефоне Райан их уже более 500. И это за несколько недель. Шумовка, сейчас, ну там шум, не знаю, то, что делает шум, много. Тоска, это не типа еды. А вот это тип еды? Нет. Сушняк, не знаю, это как сухой, что-то сухой. Это жажда. Жажда, а, жажда, серьезно? Это новое слово, да. В России они уже две недели, но все еще не видели ничего, кроме аудитории и учебников. Все посмотреть они планируют до 12 августа. Впереди экскурсии по Барнаулу, поездки в Томск и Горный Алтай. Дарья Демиллер, Николай Шелко. День с толком. А 16-летний Саша Лощинин из Барнаула теперь может рисовать 3D-графику, создавать музыку и компьютерные игры. Такую возможность парню с особенным развитием предоставил Ростелеком. По просьбе Алтайского отделения Российского детского фонда Саше подарили компьютер. О чем мечтаешь, спросила Саша руководитель детского фонда Оксана Овчинникова, когда впервые встретила их с мамой на спектакле. Хочу хороший компьютер, ответил парень. Так он сияет. Ему когда уже сообщили, получается, что компьютер уже закуплен, и что только осталось дату дождать. Саша эти дни ходит, улыбается. Два года назад районная соцзащита решила направить для занятий с мальчиком своего IT-специалиста. И вот уже третий год Владимир Зюзденцев помогает ему освоить компьютер, который на время выдали в школе. Начинали с освоения простых программ – Word и Excel, а сейчас педагог и ученик вместе пишут музыку и планируют создать анимационный фильм. Есть у Саши другая мотивация. Мама воспитывает их с младшей сестренкой одна, да еще платит ипотеку. Ему бы хотелось освоить 3D-графику и когда-нибудь начать зарабатывать в онлайне. Я еще тогда подумала, что разговариваю не с ребенком, а с таким очень сильным человеком, прям сильным мужчиной, который не просит какой-то такой помощи, что вот купите мне там айфон или еще что-то, чтобы я чувствовала себя крутым, а просит то, чтобы потом помогло его семье. Крутая с подсветкой мышка, процессор для 3D-моделирования, мощная видеокарта. Специалист Ростелекома Виктор Витлугин при сборке стремился к оптимальной конфигурации компьютера с учетом запросов мальчика. Выбрали платформу AMD, 6-ядерный процессор, 12-поточный, видеокарта на 8 гигабайт памяти. Планы у Саши Лощинина с появлением новенького компьютера большие и все благодаря друзьям, которые у него появились. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд и погоди. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи.